Продолжение следует... Мы едем на пеший пост. Задержали двух граждан, цыганей. У нас очень много мошенничества происходит в районе. Возможно, граждане причастны к совершенным преступлениям ранее. Доставим в отдел, там будут с ними работать люди. Мы стоим в пробке наравне со всеми. Включать проблесковые маяки и сирену можно только с особого разрешения, когда помощь полиции требуется немедленно. Тем временем мы продвигаемся к посту, где нас уже ожидают задержанные. Ничего не забыли? Пакеты взяли? Отнимем и снимаем. Паспорта девушку отдай. В дороге они прячут лицо от камеры и на контакт с сотрудниками полиции не идут. Обратный путь немногим быстрее. Задержанных доставляют в дежурную часть, где они пройдут криминальную регистрацию. Ждать ее времени нет. Нужно продолжить патрулирование города. Рабочий день инспектора составляет 12 часов. Только час на обед. Да и то только тогда, когда дежурный позволит. Работать приходится в любых погодных условиях. Как же, если дождик не будет же сидеть. Все равно приходится работать. Снег и в дождь. Ничего с этим не поделаешь. Работа есть работа. Мы снова отправляемся на дежурство. В плотном потоке других машин полицейские внимательно смотрят по сторонам. По рации объявляют в розыск машину. Созрею совершение преступления. Вдается розыск автомашины Влада Гранта. Государственный номер Константин, 629. Харитон, Владимир, 152 региона. Данные об этом объявлении полицейские называют его циркуляр. Заносят специальный блокнот. При необходимости будет легко, что называется, освежить память. Но хороший полицейский все данные держит в голове. И по сути является универсальным солдатом. И за дорогой следить, и за прохожими. А еще в случае необходимости переквалифицироваться в медика или психолога. Очень редкий раз уступают дорогу. И бывает очень поздно приезжаешь. Те же самые пробки на заявки. То есть люди бывают жалуются, что долго едет. Заявки, конечно, бывают и не очень серьезные, семейные, в общем, не поделились что-то. И вот типа такого. Очень много таких заявок. И отвлекает от службы очень уличной. Впрочем, большая часть патрулирования приходится на бешие маршруты. Полицейские обходят дворы, парки, уделяя особое внимание неблагополучным районам. На нашем маршруте парковая территория. Здесь часто собираются так называемые асоциальные элементы. В последнее время здесь можно встретить торговцев наркотиками. Сотрудники полиции методично обходят территорию, но при этом неизменно держат друг друга в поле зрения. Сегодня здесь все спокойно. Можно ехать дальше на следующий объект. И так до утра, пока не придет следующая смена. Вот так и проходит День полиции у экипажа на рабочем месте. Им сегодня не до праздников. Ким Андреев, Ярослав Гунин, Георгий Захаров. Горький ТВ.